Здравствуйте! Это новости на канале Губерния в студии Александр Кобыльсков. В начале выпуска коротко о некоторых темах. Один день в году, когда о коммунальщиках только хорошие. Работники ЖКХ готовятся отметить профессиональный праздник о том, что надо менять в отрасли, что уже изменилось, и незаменимых людях. Вместе легче. В Красноярском районе открылся первый сельскохозяйственный производственный кооператив. Зачем фермеры решили работать сообща и снимут ли сливки от такого слияния. Заинтересовать инвестора за несколько минут. В стартап-сауне сегодня было жарко. Финская программа развития инновационных проектов отобрала в Самаре несколько лучших. В субботу свой профессиональный праздник. Отметят свыше 45 тысяч жителей региона, от которых зависит уют и комфорт всей Самарской области. Дворники, слесари, лифтеры, правдомы, те, от кого зависит погода в многоквартирном доме, сегодня принимали поздравления в зале театра оперы и балета. Самые достойные представители своих профессий получили награды от губернатора. В зале представители сферы, которая, по словам главы региона, является ключевой. Ведь от того, как работают представители жилищно-коммунальной отрасли, зависит уют и комфорт всех без исключения жителей Самарской области. Когда мы делаем опросы, изучаем общественное мнение, мониторим ситуацию, ЖКХ всегда в первой тройке тех проблем, которые больше всех волнуют людей. Что там, какие условия созданы, насколько все комфортно, насколько он в своем доме понимает, что все абсолютно надежно, четко организовано. Если что-то не так, то по первому же звонку все будет исправлено. От этого понятно и зависит, почему так люди реагируют на любые колебания в области ЖКХ. За последние четыре года ЖКХ в регионе вышло на новый этап развития. Полным ходом идет модернизация отрасли. В рамках программы капитального ремонта восстановлено свыше двух тысяч многоквартирных домов. Всего же с 2015 года в жилищно-коммунальную сферу было проинвестировано около 9 миллиардов рублей. Учет и контроль того, как расходуются средства, подчеркнул губернатор, должны осуществлять сами жители. Для этого в регионе создается уникальная структура, которая объединит общественность и исполнительную власть. Мы очень тесно увяжем власть именно там, в самом низу, с людьми, которые занимаются этим делом, скажем, по профессиональной деятельности. И мы им дадим все полномочия, все полномочия, взаимодействия, все, что связано с сферой ЖКХ. Устройство, ЖКХ, капитального ремонта. Это будет все рядом с вами. Мы примем законы, положение, что без их решений, без их виз, без мы оплачивать ничего не будем. Министерство ли региональный оператор по капитальному ремонту. Новые задачи поставила перед отраслью подготовка к чемпионату мира по футболу. Главное – создать достойную инфраструктуру для проведения спортивного праздника. В числе тех, кого отметил глава региона Александр Михайлович Жилнин, начальник эксплуатационного участка компании, в кратчайшие сроки построивший котельную, которая обеспечит район Самара-Арена теплом и горячей водой. То оборудование, установленное по самым последним требованиям и правилам, то есть высокотехнологичное, не допустит никаких сбоев в теплоснабжении стадиона. Наша организация приложит все усилия к этому. То есть мы достойны встретить чемпионат мира. Работа по повышению эффективности отрасли продолжится. Главная задача в год экологии, который объявлен в России – масштабное благоустройство. В рамках реализации приоритетного национального проекта формирования комфортной городской среды Самара получит почти миллиард рублей из федерального бюджета. Еще миллиард двести миллионов пойдут в качестве софинансирования из области. Две трети этих средств пойдут на благоустройство дворов. И в этой программе также не обойтись без общественности, активных и неравнодушных граждан. Ведь решать, какие именно виды работ надо провести в их дворе, станут сами жители. Николай Козлов, Александр Каракулько, Новости губернии. Одно из приоритетных направлений в модернизации жилищно-коммунального хозяйства – обновление существующих городских сетей. Изношенные коммуникации даже перед профессиональным праздником не убавляют коммунальщикам работы. В историческом центре Самары сегодня больше сотни домов остались без тепла. Причина – прорыв теплотрассы на пресечении улиц Молдогвардейской и Некрасовской. Сегодня в предприятии тепловых сетей выявили повреждения на тепловой сетей диаметром 30 мм по улице Молдогвардейской. Оперативное место повреждения было огорожено. В кандидатстве повреждения были подключены две бригады ремонтной ПТС. Как заявляют представители ресурсоснабжающей организации, управляющим компаниям было предложено перевести дома на резервную схему подачи тепла. Однако, как говорят сами жители, в их домах вечером еще было холодно. У многих маленькие дети мерзнут дома. У меня вот лично ребенок полностью одетый, в комбинезон ходит в теплый, потому что очень холодно в домах. Ликвидировать последствия аварии сначала обещали до 8 часов вечера, потом до 9. Телерадиокомпания «Губерния» будет следить за развитием событий. К другим темам. Поводок в регионе сдерживает морозная погода. Из-за постепенного потепления снег тает равномерно. Обстановка остается стабильной, из-за чего половодие ожидается не сильнее, чем в прошлом году. Прогноз от метеослужб спасателей и ресурсоснабжающих организаций заслушали сегодня на заседании штаба энергобезопасности в региональном правительстве. По актуальным данным, большой воды, особенно на водохранилищах, бояться не стоит. Ситуация намного проще, скажем, легче, чем даже в прошлом году. Нужно прогнозы гидрометизации России. В апреле ожидается температурный режим и осадки ожидаются в пределах обычных значений. Однако ответственные службы и ведомства готовы к весеннему поводку. МЧС привлекает к мониторингу ситуации 6400 человек и 993 единицы техники. Прогноз разослан по всем муниципалитетам области. Ситуация в целом находится на особом контроле правительства. Не последний раз проводим данное совещание. Будет и виде конференции с главами, с подключением еще доклад и еще уточненный прогноз. Уникальный по научному и инженерно-техническому потенциалу Кировскому району Самары 75 лет. Именно здесь располагаются важнейшие предприятия. РКЦ «Прогресс», Самарский металлургический завод «Авиакор», завод приборных подшипников, шоколадная фабрика. На территории работает областная клиническая больница имени Середавина. Как отметил губернатор, дальнейшее развитие Кировского района – одна из важнейших задач регионального правительства. Особое внимание продолжат уделять социально значимым проектам. Самолеты Ил-2 нужны Красной Армии как хлеб, как воздух, говорилось в телеграмме Верховного Главнокомандующего. Собранные в Кировском районе знаменитые штурмовики Ил-2 обеспечили превосходство в воздухе и во многом предопределили исход Великой Отечественной. Жители Кировского района всегда справлялись со всеми поставленными задачами. Сегодня в этом зале сотрудники ведущих предприятий области из страны, ветеранов, приветствуют стоя. Самара – космическая столица, и присутствующие это точно знают. Токарь РКЦ «Прогресс» получает знак трудовой славы. Дмитрий Иванович Андреянов признается, столь высокую оценку своей работы не ожидал. Весь коллектив предприятия справляется на отлично. Учитель русского языка и литературы первой гимназии говорит, что область меняется. Регион вновь становится опорным краем страны. Этот победительный дух начинает жить в наших сердцах. И даже вот такие уже старые отработанные лошади, как мы, думают, что ты же ребенок. И, как говорится, стоило жить и работать стоило. Спасибо большое, Николай Иванович. Благодарят главу региона и за перемены в Кировском районе. Много объектов к Чемпионату мира по футболу, в том числе и стадион, находится именно здесь. Преображаются территории после встреч губернатора с жителями. Вопросы решаются оперативно. Так, в кратчайшие сроки были отремонтированы проспект Кирова, Ракитовское шоссе. В этом году приведут в порядок еще 18 улиц. Всего несколько лет назад во всем городе реконструировали по четыре. Общаясь во дворах с жителями, мы приняли такое решение, почаще вас приглашать к нам на встречи. Потому что те вопросы, которые звучат из зала, и те обещания, которые вы даете, они действительно исполняются. Также в этом году приведут в порядок парк 50-летия октября. Решается вопрос по открытию детских садов, школ, спортивных комплексов. На торжественном мероприятии губернатор обещает преобразиться и дворец культуры имени Литвинова. Об этом жители просили не раз. Сегодня, в день праздника, в день 75-летия, мы торжественно обещаем, выделили первые 9 миллионов уже на проектно-сметную документацию. И сейчас делается проектно-сметная документация. В итоге посмотрим, во что это обойдется. После чемпионата мира на будущий год, я думаю, мы эту работу в основном выполним. И мы сможем с вами в очередной раз собраться в новом, красивом, современном дворце культуры. Это тоже новое дыхание, новый настрой для людей. Ольга Павловская, Сергей Павлов, новости губернии. Не по категориям, а по справедливости. Новый принцип социальной поддержки в Самарской области вступил в силу и уже можно говорить о первых результатах. После перехода на систему компенсаций за расходы ЖКУ выяснилось, что примерно пятая часть от общего числа льготников, которые раньше получали выплату, найти цели за коммуналку не платят. В итоге копятся долги, вместе с ними проблемы, а спонсирует все это, получается, областной бюджет. Напомню, что нововведение не региональное. Такой порядок уже с 2016 года действует по всей стране. Что все это значит и кто по новым правилам ничего не теряет, разбирались наши корреспонденты. Валентина Попова, несмотря на возраст, очень активная женщина. 25 лет трудилась на 9-м ГПЗ инспектором по кадрам. Ушла на заслуженный отдых по состоянию здоровья. У Валентины Алексеевны вторая группа инвалидности. На пенсии без дела не сидит. Занимается общественной работой. Возглавляет совет своего дома. Общение с людьми – это моя жизнь. Поэтому я всю жизнь с людьми. Мне приятно делать добро и получать от них тоже хорошо. Потому что у меня очень хорошие бабульки, которые живут в моем доме. Они мне во всем помогают. Во всей общественной работе. Валентина Алексеевна признается, с годами проблемы со здоровьем все чаще дают о себе знать. Бюджет пенсионерки расписан строго. Часть идет на лекарства, часть идет на оплату коммунальных услуг. И остается чуть-чуть на проживание. Поскольку я живу с детьми, дети мне помогают. Мне, так сказать, больно ударила вот эта вот реформа наша. Она как-то меня не ударила. Конкретно вот меня. Долгов у меня по оплате нету. За коммунальные услуги Валентина Алексеевна платит исправно. То, что на этой статье расходов экономит дело неблагодарное, сама понимает и следовать своему примеру всем соседям советует. К тому же, согласно новой системе, льготники-должники компенсацию на ЖКУ не получают. Если раньше выплату начисляли автоматически по категориям и приносили вместе с пенсией, то теперь при условии, что все квитанции оплачены вовремя. Суть компенсации заключается в том, что раньше мы выплачивали всем, по сути, усредненную сумму от регионального стандарта, которую рассчитывали. А теперь мы выплачиваем положенный по закону процент, но от того, сколько человек заплатил. Таким образом, система становится справедливее, а у министерства появляется уверенность, что социальная поддержка пошла действительно на те нужды, которые она выделяется. К слову, переход от ЕДВ на ЖКУ, компенсации расходов, стандарт общероссийский и действует во всех регионах страны уже с января 2016-го. Первопроходцем стал Татарстан, там новшество внедрили еще в 2008-м. Самарская область взяла тайм-аут, чтобы как следует подготовиться к переходу и учесть все нюансы. Изменения вступили в силу у нас только с этого года. Вместе с Валентиной Алексеевной на такую компенсацию в регионе могут рассчитывать 550 тысяч человек. Главные условия для ее получения – своевременная оплата коммунальных услуг. Сергей Овчинников, Кирилл Козин, Тимур Набиев. Новости губернии. Надоить молоко и сбить масло зачастую проще, чем их сбыть. Знакомую для многих фермеров проблему в Красноярском районе решили при помощи кооперации. Владельцы небольших хозяйств и переработчики объединили усилия для продвижения продукта – от поля до прилавка. В чем польза от кооперативного тандема, выяснил Сергей Павлов. Одна голова хорошо, а две лучше – это как раз про них. Евгения Иванова и Юлия Харлина – молодые бизнес-леди – варились в собственном соку, пока не стали партнершами. У Евгения крупная молочная ферма под 100 дойных буренок и дел не в проворот – накормить, подоить и куда-то сбыть молоко. Крупные переработчики часто просто отказывались принимать сырье, хотя качество нареканий не вызывало. Занялась была переработкой, нашла магазины, да хлопоты на ферме взяли свое. А Юлия как раз и искала фермеров для своего проекта – мини-цеха по производству молочной продукции. Интересы девушек совпали, решили создать кооператив. Вот в дальнейшем хотим привлечь еще фермеров, чтобы работать вместе и не мучиться уже больше с этими проблемами сбыта. В одну из баз хозяйства провели капитальный ремонт и завезли оборудование. Немало времени ушло на поиск специалистов. На предприятии сейчас работает 7 человек. Молоко сюда попадает буквально за какие-то 5-10 минут. Ферма-то в двух шагах. Своей фишкой коллеги по кооперативу решили сделать молоко и кисломолочные продукты, которые портятся. То есть никаких хитростей и добавок, только цельное сырье и проверенные временем рецепты. Мы пока не вышли на сетевые магазины. Мы только пытаемся выйти. Мы купили штрих-кода, потому что у них своеобразные требования именно к этикеткам, к упаковке продуктов. Мы сейчас будем заключать сетевыми. Соответственно, потребуется более большой объем молока и будем уже ездить по ближайшим фермам. В кооператив уже скоро войдут и другие фермеры, у кого немного коров, но много проблем со сбытом молока. Сюда они сдадут сырье по выгодной цене и вместо перекупщиков сами снимут сливки. Сергей Павлов, Алексей Гриднев, Новости губернии, Красноярский район. В Самаре определили пятерку финалистов областного конкурса «Учитель года-2017». Позади остались городские районные этапы, открытые уроки, а сегодня прошел педагогический совет. Одно из последних испытаний на региональном уровне. Какие оценки поставила жюри лучшим педагогам области, знает Мария Шпакова. В школьном кабинете 20 лучших педагогов Самарской области. Сегодня они сами отвечают у доски и получают оценки. Педсовет – один из этапов всероссийского конкурса «Учитель года». Преподаватели обсуждают методики, которые могут изменить процесс обучения. Средний возраст участников очного тура – около 40 лет. Из них больше всех учителей русского языка и литературы – пятеро. По традиции численное преимущество у женщин. Я полагаю, что в этом году очень удачный баланс наличия опыта работы и возраст, который позволяет еще продуктивно и долго работать. Предварительно подводя итоги тех конкурсов, которые были, мы отмечали с коллегами, но достаточно, так сказать, ровный уровень подготовки, подготовности людей к этому стязанию. Сегодня профессионалов выбирают на региональном уровне. Пятерка лучших – два учителя русского языка и литературы – Елена Васильевна Башко из Отрадного и Ирбулата Джуламанович Таумов из Самары. Один биолог – Галина Валерьевна Панарина из областного центра, как и математик Владимир Николаевич Пономаренко. И одна учительница истории и общества знаний из Тольятти – Ксения Евгеньевна Миролюбова. Я думаю, что это закономерный такой этап в развитии становления личности любого педагога, участия в конкурсах педагогического мастерства. Это невероятное повышение квалификации и возможность живого общения с коллегами. Теперь выбранная пятерка готовится к следующему этапу. Уже завтра утром участники будут рассказывать о своих инициативах и показывать свои наработки на мастер-классах. А сразу после этого все они станут участниками круглого стола образовательных политиков. Имя лучшего учителя Самарской области 2017 года назовут в торжественной обстановке 20 апреля. Мария Шпакова, Александр Дутко, Новости губернии. Финские инвесторы поддержат самарские стартапы. Основатели крупнейшие в Европе программы развития технологичных проектов провели однодневную сессию в Самаре. Какие проекты показались наиболее перспективными и почему именно в нашем регионе решили их искать? В сюжете Нина Ваниной. Открыть двери, выключить свет, перекрыть газ и воду. Система «Умный дом» в том или ином виде реализована стартаперами всего мира, да и в России уже не раз. Разработчики из Уфы приехали в Самару специально, чтобы встретиться с финскими инвесторами и доказать. Их проект уникален тем, что производят не только софт и монтируют датчики, но и сами их производят в России. Уже сегодня мы здесь в Самаре нашли партнера, которые занимаются умным устройством, которое может перекрывать газ. То есть разработка российская. И вот с этого мероприятия, скажем так, мы начинаем это партнерство, мы это устройство интегрируем в свою платформу. Стартап-сауна, так называется программа, и не только потому, что основана финскими инвесторами. Тут придется попотеть всего несколько минут, чтобы рассказать экспертам о своем проекте. А потом, если повезет пройти отбор, вместе с ними также интенсивно поработать над юридическим оформлением документов, маркетингом, брендингом. Подобные отборы в этом году проходят в пяти городах России. В Москве, Петербурге, Казани, Томске и Самаре. Один из критериев отбора – это количество стартапов, интересных проектов. И Самара в этом смысле один из лидеров России. К тому же здесь есть целый ряд серьезных университетов. Они готовят хорошие проекты. Поэтому Самара и выбрана в качестве одного из городов проведения акселератора. Команды, которые по итогам отбора покажутся экспертам лучшими, попадут на семинедельную программу обучения в Хельсинки. А также смогут бесплатно поучаствовать в ведущей технологичной конференции Европы СЛАЖ-2017, где получат возможность глобально расширить свой проект и выйти на мировой рынок. Нина Иванина, Алексей Вельмискин. Новости губернии. Это вся информация к этому часу. Следите за новостями. Вы можете на нашем сайте губерниатв.ру. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин